Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мужчина уехал в командировку, его нет полтора месяца, встречаемся один год, показалось, что он стал более холоден, вчера поссорились, я пытался выяснить, что у него с чувствами ко мне, он бросил трубку, написал, чтобы я отдыхал, а утром прислал фото из работы. Как поступить и наладить контакт, не знаю. Ну, в первую очередь, вам нужно сформулировать свой вопрос, потому что вопрос вы не задаёте. Второе, это то, что вам показалось, вам показалось, что мужчина холоден, вы восприняли это болезненно, восприняли это на свой счёт. А вот, очень важно увидеть причины такого, потому что мужчина действительно может быть холоден по разным причинам. Вот. Ну, например, у него действительно чувство к вам начинает проходить, а может быть он и скушает по вам. Вот, вне зависимости от того, что там. Я думаю, что человек может быть холоден. То, что вы запрещаете ему это, то, что вы не позволяете ему это, ну, вот, говорит о том, что у вас либо есть страх его потерять, вот, либо, 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 либо вы не уверены в себя. Вот. И то и другое, ну, как вы понимаете, мешает построению отношений любых. Вот. И нужно, конечно, это корректировать, иначе вы можете довольно легко их разрушить. Дальше. Вы говорите о том, что попытались выяснить у мужчины, что у него с чувствами к вам. Зачем? В какой момент произошло так, что вы стали требовать от мужчины чего-то? В какой момент получилось так, что для того, чтобы комфортно себя чувствовать, вам нужно знать, что он к вам чувствует. Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь вы хотите быть более уверены. Здесь вы требуете гарантии. Здесь вы не доверяете себе. Но вы требуете этого от мужчины. То есть вы начали от него зависеть эмоционально. Вот. Необходимо работать с личными границами и самооценкой. И необходимо делать ваши отношения более зрелыми, чем они есть сейчас. Вот. Сейчас они касаются только гендерных ролей ваших личностей. Вот. Что очень сильно ограничивают. Вот. Понятно, да? Дальше. Вам необходимо изучить психологическую игру «Скандал». Вот. Чтобы увидеть, как возникает механизм ссора. И увидеть свою роль в нем. Вам нужно увидеть свой вклад. Вам нужно увидеть, какие чувства у вас возникли и как вы с ними обратились. Необходимо научиться действительно, как и сказал мой коллега, к конструктивному общению. Вот. В общем, это вам поможет психотерапия. Ну и последнее. Последнее. Скучаете ли вы по человеку? Если да, как это проявляется? Буквально как проявляется то, что вы по нему скучаете? Это необходимо разобрать. Разобрать. У скучки много лиц. Много форм. И все они полезны. И все они конструктивны. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует...